Дмитрий Григорович, гуттоперчевый мальчик, читает Александр Водяной. Метель, метель. И как это вдруг, как неожиданно, а до того времени стояла прекрасная погода. Солнце, ослепительно сверкая по снегу и заставляя всех щуриться, перебавляло к веселости и пестроте уличного петербургского населения, празднувшего пятый день Масленицы. Так продолжалось почти до трех часов до начала сумерек. И вдруг налетела туча, поднялся ветер, и снег повалился такой густотою, что в первые минуты ничего нельзя было разобрать на улице. Суета и давка особенно чувствовалось на площади против цирка. Публика, выходившая после утреннего представления, едва могла пробираться в толпе. Люди, лошади, сани, кареты, все смешалось. Посреди шума раздавались со всех концов нетерпеливые возгласы, слышались недовольные, ворчливые замечания лиц, застегнутых в ростлох метелью. Нашлись даже такие, которые тут же не на шутку рассердились и хорошенько ее выбранили. К числу последних следует прежде всего причислить распорядителей цирка. И в самом деле, если принят в расчет предстоящее вечернее представление и ожидаемую на него публику, метель легко могла повредить делу. Так или почти так рассуждал режиссер цирка, провожая глазами публику, теснившуюся у выхода. Когда двери на площадь были заперты, он направился через залу конюшнем. За драпировкой, пропускавшей свет, раздавались голоса, слышался лошадиный топот, к ним время от времени присоединялся нетерпеливый лай ученых собак, которых запирали, как только оканчивалось представление. Вдоль закругленных коридоров громоздились сложенные декорации. Расписные барьеры, табуреты, лестницы, носилки с тюфеками и коврами, обручи, перевитые яркими бумажными цветами. Подле сверкал длинный золоченый шест, и выделялась голубая, шитая блестками, занавеска, украшавшая подборку во время цинцевания на канате. Словом, тут находились все те предметы и приспособления, которые мгновенно переносят воображение к людям, перелетающим в пространстве, женщинам, усиленно прыгающим в обруч, с тем, чтобы снова попасть ногами на спину скачущей лошади, детям, кувыркающимся в воздухе или висящим на одних носках под куполом. Несмотря, однако же, что все здесь напоминало частые и страшные случаи ушибов, перелома рёбер и ног, падений, сопряжённых со смертью, что жизнь человеческая постоянно висела здесь на волоске, и с ней играли, как с мячиком. В этом светлом коридоре и расположенных в нём уборных встречались больше лица весёлые, слышались по преимуществу шутки, хохот и посвистывание. Так и теперь было. В главном пароходе, соединявшем внутренний коридор с конюшнями, можно было видеть почти всех лиц труппы. Одни успели уже переменить костюм и стояли в монтилиях, модных шляпках, пальто и пиджаках. Другим удалось только смыть румяное белило и наскоро набросить пальто, из-под которого выглядывали ноги, обтянутые в цветное трико и обутые в башмаки. Третьи не торопились и красовались в полном костюме, как были во время представления. Между последними особенное внимание обращал на себя небольшого роста человек, обтянутый от груди до ног в полосатое трико с двумя большими бабочками, нашитыми на груди и на спине. Он заметно обходил товарищей, не вмешиваясь в их разговоры. Он не замечал, как многие из них подталкивали друг друга локтем и шутливо подмигывали, когда он проходил мимо. При виде вошедшего режиссера он попятился, быстро отвернулся и сделал несколько шагов к уборным, но режиссер поспешил остановить его. «Оу, Эдвард, погодите минутку, успейте еще раздеться», сказал режиссер, внимательно поглядывая на клоуна, который остановился, но, по-видимому, неохотно это сделал. «Подождите, прошу вас, мне надо только переговорить с фрау Браун». «А где мадам Браун?» «Позовите ее сюда». «Э, фрау Браун!» воскликнул режиссер, обратясь к маленькой хромой уже немолодой женщине в салопе, также немолодых лет и в шляпке еще старше салопа. Фрау Браун подошла не одна. Ее сопровождала девочка лет пятнадцати, худенькая, с тонкими чертами лица и прекрасными выразительными глазами. Она также была бедно одета. «Фрау Браун!» торопливо заговорил режиссер, бросая снова испытывающий взгляд на клоуна Эдвардса. «Господин директор недоволен сегодня вами, или точнее сказать, вашей дочерью. Очень недоволен. Ваша дочь сегодня три раза упала и третий раз так неловко, что перепугала публику». «О, я сама испугалась!» тихим голосом произнесла фрау Браун. «Мне показалось, Мальхен упала на бок. Надо больше репетировать вот что. Дело в том, что так невозможно. Получай за вашу дочь сто двадцать рублей в месяц жалования. Но господин режиссер, бог-свидетель, во всем виновата лошадь. Она постоянно сбивается с такта. Когда Мальхен прыгнула в обруч, лошадь опять переменила ногу. «Вот, все видели. Все тоже скажут». «Э, все видели, это правда. Но все молчали». Молчала также виновница этого объяснения. Она ловила случаи, когда режиссер не смотрел на нее и робко на него поглядывала. «Ну, конечно, дело известное. Всегда в таких случаях лошадь виновата». «Хе-хе-хе», сказал режиссер. «Ваша дочь будет, однако же, на ней ездить. Сегодня вечером». «О, но она вечером не работает». «Будет работать, сударыня». «Должна работать», раздраженно проговорил режиссер. «Вас нет в расписании, это правда», подхватил он, указывая написанный лист бумаги, привешенный к стене над доскою. «Но это все равно. Жонглер Линд внезапно захворал. Ваша дочь займет его номер». «Я думала дать ей отдохнуть сегодня вечером», проговорила фрау Браун, окончательно понижая голос. «Теперь масленица. Играют по два раза в день. Девочка очень устала». «На это есть первая неделя поста, сударыня. И, наконец, в контракте ясно кажется сказанно. Артисты обязаны играть ежедневно и заменять друг друга в случае болезни». «Кажется ясно». «И, наконец, фрау Браун, получай за вашу дочь ежемесячно сто двадцать рублей. Стыдно, кажется, говорить об этом. Именно стыдно». Отрезав таким образом, режиссер повернулся к ней спиною. Но прежде чем подойти к Эдвардсу, он снова обвел его испытывающим взглядом. Эдвардс вступил в период тоски, после чего он вдруг начинал пить мертвую, то бишь водочку. И тогда уж прощай все расчеты на клоуна. Расчеты самые основательные, если принять во внимание, что Эдвардс был в трупе первым сюжетом, первым любимцем публики, первым потешником, изобретавшим чуть ли не каждое представление, что-нибудь новое, заставляющее зрителей смеяться до упаду и хлопать до неистовства. Словом, он был душою цирка, главным его украшением, главной приманкой. Он один мог заменять целую труппу, был отличным наездником, эквилибристом, гимнастом, жонглером, мастером дрессировать ученых лошадей, собак, обезьян, голубей и прочее, прочее, прочее. А как клоун, как потешник, ох, он не знал себе соперника. Но припадки тоски в связи с запоем преследовали его повсюду. Все тогда пропадало. Он всегда предчувствовал приближение болезни, тоска, овладевавшая им, была ничего больше, как внутреннее сознание бесполезности борьбы. Он делался угрюмым, несообщительным. Гибкий, как сталь, человек превращался в тряпку, чему втайне радовались его завистники, и что пробуждало сострадание между теми из главных артистов, которые признавали его авторитет и любили его. Последних, надо сказать, было немного. Когда он был здоров, его постоянно можно было видеть с каким-нибудь ребенком из труппы. За неимением такового он возился с собакой, обезьяной, птицей и так далее. Привязанность его рождалась всегда как-то вдруг, но чрезвычайно сильно. Он всегда отдавался ей тем упорнее, чем делался молчаливее с товарищами, начинал избегать с ними встреч и становился все более и более сумрачным. В этот первый период болезни управление цирка могло еще на него рассчитывать. Прислушиваясь к первым взрывам аплодисментов, криком «Браво!» звуком оркестра, он постепенно как бы оживал, воодушевлялся и стоило режиссеру крикнуть «Клоуны! Вперед!» Он стремительно вылетал на арену, опережая товарищей, и уже с этой минуты посреди взрывов хохота и восторженных «Браво!» неумолкаемо раздавались его плаксивые возгласы, и быстро до ослепления кувыркалось его тело, сливаясь при свете газа в одно курговое непрерывное сверкание. Но кончалось представление, тушили газ, и все как рукой ссымало. Без костюма, без берил и румян Эдвардс представлялся только скучающим человеком, старательно избегавшим разговоров и столкновений. Так продолжалось несколько дней, после чего наступала самая болезнь. Тогда ничего уж не помогало. Он все тогда забывал. Забывал свои привязанности. Забывал самый цирк, который с его освещенной ареной и хлопающей публикой заключал в себе все интересы его жизни. Он исчезал даже совсем из цирка. Все пропивалось. Пропивалось накопленное жалование. Пропивалось не только трико с бабочками, но даже парик и башмаки, шитые блестками. Понятно теперь, отчего режиссер, следивший еще сначала масленицы за возраставшим унынием клоуна, поглядывал на него с таким беспокойством. Подойдя к нему и бережно взяв его под руку, он отвел его в сторонку. «О, Эдвардс!» произнес он, понижая голос и совершенно дружественным тоном. «Сегодня у нас пятница, остались суббота и воскресенье. Всего два дня. Что стоит переждать?» «Прошу вас об этом. Директор также просит. Подумайте, наконец, о публике. Вы знаете, как она вас любит. Два дня всего», прибавил он, схватывая его руку и принимаясь раскачивать ее из стороны в сторону. «Кстати, вы что-то хотели сказать мне о гуттапирчевом мальчике?» Подхватил он, очевидно, боли с целью развлечь Эдвардса, так как ему было известно, что клоун в последнее время выражал особенную заботливость к мальчику, что служило также знаком приближавшейся болезни. «Вы говорили, он стал как будто слабее работать». «Но мудреного нет. Мальчик в руках такого болвана, такого олуха, который может только его испортить. Что же с ним?» Эдвардс, не говоря ни слова, тронул себе ладонью по крестцу, потом поклопал по груди. «И там, и здесь нехорошо у мальчика», сказал он, отводя глаза в сторону. «Но нам невозможно, однако ж, от него теперь отказаться. Он на афишке. Некем заменить до воскресенья. Два дня пускай еще поработает. Там может отдохнуть», сказал режиссер. «Мальчонка может не выдержать такой нагрузки», глухо возразил клоун. «Ах, вы бы только выдержали, Эдвардс. Вы бы только нас не подвели, не оставили». Живо и даже с нежностью в голосе подхватил режиссер, принимая снова раскачивать руку Эдвардса. Но клоун ответил с сухим пожатием, отвернулся и медленно пошел раздеваться. Он остановился, однако ж, проходя мимо уборной гуттаперчевого мальчика, или, вернее, уборной акробата Беккера, так как мальчик был только его воспитанником. Отворив дверь, Эдвардс вошел в крошечную низкую комнату, расположенную под первой галереей для зрителей. Нестерпимо было в ней от духоты и жары. Мебель состояла из шкафа с реквизитом, да еще столом и двумя деревянными стульями. На дном сидел Беккер, совершенное подобие Гулиафа. Физическая сила сказывалась в каждом его мускуле. Толстые перевязки костей, коротенькая шея с надутыми венами, маленькой круглой голове, завитой вкрутую, и густо напомаженной. Он казался не столько отлитым в форму, сколько вырубленным из грубого материала, и при том грубым инструментом. Хотя ему было на вид лет под сорок, он казался тяжеловесным и неповоротливым. Обстоятельства, нисколько не мешавшие ему считать себя первым красавцем в труппе, и думать, что при появлении его на арене, в трико телесного цвета, он приводит в сокрушение женские сердца. Беккер снял уже костюм, он был еще в рубашке, и, сидя на стуле, прохлаждал себя кружкою пива. На другом стуле помещался тоже завитой, но совершенно голый, белокурый, худощавый мальчик, лет восьми. Он не успел еще простыть после представления. На тоненьких его членах и впадине посреди груди местами виднелся еще лоск от испарины. Голубая ленточка, перевязывавшая ему лоб и державшая его волосы, была совершенно мокрая. Большие влажные пятна пота покрывали трико, лежавшее у него на коленях. Мальчик сидел неподвижно, робко, точно наказанный или ожидающий наказания. Он поднял глаза, как только Эдвардс вошел в уборную. «Хм, чего надо?» неприветливо произнес Беккер, поглядывая не то сердито, не то насмешливо на клоуна. «Полно, Карл!» возразил Эдвардс задабривающим голосом, и видно было, что требовалось на это с его стороны некоторое усилие. «Ты лучше вот что, дай-ка мне до семи часов мальчика, я бы погулял с ним до представления, повел бы его на площадь, поглядеть на балаганы». Лицо мальчика заметно оживилось, но он не смел этого явно выказать. «Нет, не надо!» сказал Беккер. «Не пущу!» «Он мне сегодня плохо работаль!» В глазах мальчика блеснули слезы. Взглянув кратко на Беккера, он поспешил раскрыть их, употребляя все свои силы, чтобы тот ничего не приметил. «А, он вечером лучше будет работать!» продолжал задабривать Эдвардс. «Послушай-ка, вот что я скажу. При нашей работе скучать не годится, сам знаешь. Веселость придает силу и бодрость. Он не есть веселый мальчик, а есть злой, как этот вольчонок». «А, вольк, который кусает!» отрезал Беккер, очевидно, бывший не в духе. Эдвардс больше не возражал. Он взглянул еще раз на мальчика, продолжавшего делать усилия, чтобы не заплакать. Покачал головою и вышел из уборной. Карл Беккер депил остаток пива и приказал мальчику одеваться. Пропустив вперед воспитанника, он зашагал по коридору. Глядя, как они выходили на улицу, воображению невольно представлялся тщедушный, не оперевшийся цыпленок, сопровождаемый огромным откормленным Боровом. Минуту спустя цирк совсем опустел. Оставались только конюхи, начинавшие чистить лошадей до вечернего представления. Воспитанник Акрубата Беккера назывался Гуттаперчевым мальчиком только в афишах. Настоящее имя его было Петя. Всего вернее, впрочем, было бы назвать его несчастным мальчиком. История его очень коротка. Да и где же быть длинной и сложной, когда ему минул всего восьмой год. Лишившись матери на пятом году возраста, он хорошо, однако же, ее помнил, как теперь видел бы перед собой тощую женщину со светлыми, жиденькими, всегда растрепанными волосами, которая то ласкала его, наполняя ему рот всем, чтоб подвертывалась под руку, луком, куском пирога, селедкой, хлебом, то вдруг ни с того ни с сего накидывалась, начинала кричать и в то же время принималась шлепать его, чем ни попало и куда ни попали. Петя, тем не менее, часто вспоминал мать. Он, конечно, не знал подробности домашней обстановки. Не знал он, что мама его была ни больше, ни меньше, как крайне взбалмошенная, хотя и добрая, переходившая из дома в дом в качестве кухарки и это всюду гонимая, отчасти из-за излишнюю слабость сердца и постоянные романтические приключения, отчасти из-за неряшливого обращения с посудой, бившейся у нее в руках как бы по собственному капризу. Раз как-то удалось ей попасть на хорошее место, она и тут не выдержала, не прошло двух недель, она неожиданно объявила, что выходит замуж за временно отпускного солдата. Никакие увещания не могли поколебать ее решимости. Состоя швейцаром при большом доме, ее жених мог считать себя некоторым образом человеком оседлым, определенным. Помещение под лестницей не отличалось, правда, большим удобством, но люди живут и не в такой тесноте. Наконец, квартира даровая, нельзя было быть взыскательным. Предложение было сделано, радостно принято, свадьба сыграна, и Анна переселилась к мужу под лестницу. Первые два месяца жилось припеваючи. Самовар кипел с утра до вечера, и пар, проходя под косяком двери, клубами валил к потолку. Потом стало как-то ни то, ни сё. Наконец, дело совсем испортилось, когда наступило время родов, и затем, хочешь, не хочешь, пришлось справлять Кристины. Швейцару, как бы в первый раз, пришла мысль, что он поторопился несколько, связав себя брачными узами. Быв человеком откровенным, он прямо высказывал свои чувства. Пошли попрёки, брань, завязались ссоры. Кончилось тем, что швейцару отказали от места, ссылаясь на постоянный шум под лестницей и крики новорождённого, беспокоившего жильцов. Молоденец явился на свет таким тщедушным, таким изнурённым, что мало даже подавали надежд прожить до следующего дня. Если б не соотечественница Анны, прачка Варвара, которая, как только родился ребёнок, поспешила поднять его на руки и трясла его до тех пор, пока он не крикнул и не заплакал. Месяц спустя швейцара потребовали в казармы и в тот же вечер всем стало известно, что его вместе с полком отправляют в поход. Перед разлукой супруги снова сблизились, на проводах много было пролито слёз и ещё больше пива. Но ушёл муж и снова начались мытарства по отысканию места. Теперь только труднее было, с ребёнком Анну никто почти не хотел брать. Так с горем пополам протянулся год, а однажды Анну вызвали в казармы, объявили, что муж убит и выдали ей вдове паспорт. Выпадали дни, когда не на что было купить селёдки и куска хлеба для себя и для мальчика. Если б недобрые люди, совавшие иногда ломать или картошку, мальчик, наверное, в изочах и преждевременно умер от истощения. Судьба, наконец, жалилась над Анной. Благодаря участию Варвары она поступила прачкой к хозяевам пробочной фабрики, помещавшейся на чёрной речке. Здесь действительно можно было вдохнуть свободнее. Здесь мальчик никому не мешал. Он мог всюду следовать за матерью и цепляться за её подол, сколько было душе угодно. Особенно хорошо было летом, когда под вечер деятельность фабрики останавливалась, шум умолкал, рабочий люд расходился. Оставались только женщины, служившие у хозяев. Утомлённые работой и дневным жаром женщины спускались на плод, усаживались по скамейкам и начиналась на досуге нескончаемая болтовня, прибавляемая прибаутками и смехом. Время это было бесспорно лучшим в жизни мальчика, тогда ещё не гуттаперчевого, но обыкновенного, каким бывают все мальчики. Анна для прокормления себя и ребёнка ходила на падённую работу. На это время поручала она мальчика старушке, жившей в одном с нею доме. Летом старуха продавала яблоки и зимой торговала на сеной вареным картофелем. Она всюду таскала Петю, который полюбил её и называл бабушкой. Анна окончательно тогда замоталась. Она сделалась какую-то шальную, лицо её осунулось, в глазах явилось беспокойство, грудь впала, сама она страшно исхудала. К жалкому её виду надо ещё прибавить, что вся она обносилась. Нечего было ни надевать, ни закладывать. Её покрывали одни лохмотья. Наконец, однажды она вдруг исчезла. Случайно дознались, что полиция подняла её на улице в обессиленном от голода состоянии. Её свезли в больницу. Прачка Варвара, навестивый раз, сообщила, что Анна перестала узнавать знакомых и не сегодня-завтра отдаст Богу душу. Так и случилось. Было суровое январское утро. С низменного пасмурного неба сыпался мелкий сухой снег, подгоняемый порывами ветра. Он колол лицо, как иголками, и волнами убегал по мёрзлой дороге. Петя, следуя за гробом между бабушкой и прачкой Варварой, чувствовал, как нестерпимо щемят пальцы на руках и на ногах. Ему, между прочим, без того было трудно поспевать за спутницами. Одежда на нём была случайно подобрана, случайны были сапоги, в которых ноги его болтались свободно, как в лодках. На обратном пути с кладбища бабушка и Варвара долго толковали о том, куда теперь деть мальчика. Он, конечно, солдатский сын, и надо сделать ему определение по закону, куда следует. Но как это сделать? Кому надо обратиться? Кто, наконец, станет бегать и хлопотать? На это могли утвердительно ответить только досужие, при том, практические люди? Мальчик продолжал жить по разным углам и старухам, и неизвестно, чем бы разрешилась судьба, если бы снова не вступилась прачка Варвара. На том же дворе, только выше, помещалось несколько человек из труппы соседнего цирка. Они занимали ряд комнат, соединявшихся тёмным боковым коридором. Варвара знала всех очень хорошо, так как постоянно стирала у них бельё. Поднимаясь к ним, она часто таскала с собой Петю. Всем была известна его история, все знали, что он круглый сирота без роду и племени. В разговорах Варвара не раз выражала мысль, что вот было бы хорошо, как бы кто-нибудь из господ сжарился и взял сироту в обучение. Никто, однако, не решался. Всем, по-видимому, довольно было своих заболеваний. Одно только лицо не говорило ни «да», ни «нет». По временам лицо это пристально даже посматривало на мальчика. Это был акробат Беккер. Надо полагать, что между ним и Варварой велись одновременно какие-нибудь тайные, более ясные переговоры по этому предмету, потому что однажды, подкараулив, когда все господа ушли на репетицию, и в квартире оставался только Беккер. Варвара спешно повела Петю наверх и прямо вошла с ним в комнату акробата. Беккер точно поджидал кого-то. Он сидел на стуле, покуривая из фарфоровой трубки с выгнутым чубуком, увешанным кисточками. На голове его красовалась плоская, шитая бисером шапочка, сдвинутая набок. На столе перед ним стояли три бутылки пива, две пустые, одна только что начатая. Раздутое лицо акробата и его шея, толстая, как у быка, были красны. Самоуверенный вид и осанка не оставляли сомнения, что Беккер даже здесь, у себя дома, был весь исполнен сознанием своей красоты. Товарищи, очевидно, трунили над ним только и зависти. По привычке охорашиваться перед публикой он принял позу даже при виде прачки. Ну вот, Карл Богданович, вот, мальчик-то, проговорила Варвара, выдвигая вперед Петю. О, гуд, хорошо, произнес акробат. Но я так не можно видеть, надо раздевать мальчик. Петя до сих пор стоял неподвижно, робко поглядывая на Бекера. С последним словом он откинулся назад и крепко ухватился за юбку прачки. Но когда Бекер повторил свое требование и Варвара, повернув мальчика к себе лицом, принялась раздевать его, Петя судорожно ухватился за нее руками, начал кричать и биться, как цыпленок под ножом повара. Ну, чего ты, эх, как право глупенький, ну, чего испугался-то? Разденься, «Ты, батюшка, разденься! Ничего! Ну, смотри, ты глупый какой!» Повторяла прачка, стараясь раскрыть пальцы мальчика и в то же время спешно расстегивая пуговицы на его панталонах. Но мальчик решительно не давался. Объятый почему-то страхом, он вертелся, как вьюн, корчился, тянулся к полу, наполняя всю квартиру криками. Карл Богданович потерял терпение. Положив на стол трубку, он подошел к мальчику и, не обращая внимания на то, что тот стал еще сильнее барахтаться, быстро обхватил его руками. Петя не успел очнуться, как уже почувствовал себя крепко сжатым между толстыми коленами акробата. Последний в один миг снял с него рубашку и панталоны. После этого он поднял его, как соломинку, и, уложив голову поперек колен, принялся ощупывать ему грудь и бока, нажимая большим пальцем на те места, которые казались ему не сразу удовлетворительными. И, посылая шлепок всякий раз, как мальчик корчился, мешая ему продолжать операцию, прачке было жаль Петю. Карл Богданович очень уж сильно нажимало тискал, но, с другой стороны, она боялась вступиться, так как сама привела мальчика, и акробат обещал взять его на воспитание в случае, когда он окажется пригодным. Стоя перед мальчиком, она торопливо утирала ему слезы, уговаривая не бояться, убеждая, что Карл Богданович ничего худого не сделает, только посмотрит. Но вот акробат неожиданно поставил мальчика на колено, повернул его к себе спиною и начал выгибать ему назад плечи, снова надавливая пальцами между лопатками, когда голая худенькая грудь ребенка вдруг выпучилась ребром вперед. Голова его опрокинулась назад, и весь он как-то бы замер от боли и ужаса. «О, зэр гуд!» Варвара не могла уже выдержать, она бросилась отнимать его. Прежде, однако, чем успела она это сделать, Беккер передал ей Петю, который тотчас очнулся и только продолжал дрожать, захлебываясь от слез. «Ну, полно, батюшка, полно! Видишь, ничего с тобой не сделали! Карл Богданович хотел только поглядеть тебя!» повторяла прачка, стараясь всячески обласкать ребенка. Петя крепко припадал заплаканным лицом к подолу прачки и отчаянно, как потерянный, цеплялся за ее руки каждый раз, когда она делала шаг к дверям с тем, чтобы оставить его одного с Карлом Богдановичем. Наконец, все это надоело акробату. Он ухватил мальчика за ворот, оторвал его от юбки Варвары и, как только дверь за нею захлопнулась, поставил его перед собою и велел ему смотреть себе прямо в глаза. Петя продолжал трястись, как в лихорадке. Черты его худенького, болезненного лица как-то съеживались, в них проступало что-то жалобное, хилое, как у старичка. Беккер взял его за подбородок, повернул к себе лицом и повторил приказание. «Ну, мальчик, слущ», сказал он, грозя указательным пальцем перед носом Пети. «Когда ти хотеть там», он указал на дверь, «то будет тут». Он указал несколько ниже спины. «Унд фэст! Унд фэст!» добавил он, выпуская его из рук и допивая оставшееся пиво. В то же утро он повел его в цирк. Там все суетилось и торопливо укладывалось. На другой день трупа со всем своим багажом, людьми и лошадьми перекочевывала на летний сезон в Ригу. В первую минуту новости разнообразия впечатлений скорее пугали Петю, чем пробуждали в нем любопытство. Он забился в угол, как дикий зверек, и глядел оттуда, как мимо него бегали, перетаскивая неведомые ему предметы. Кое-кому бросилась в глаза белокурая головка незнакомого мальчика. Но до того ли было, и все проходили мимо. Последнее это обстоятельство несколько ободрило Петю. Наметив глазами тот или другой угол, он уловлял минуту, когда подли никого не было, и скоро-скоро перебегал к намеченному месту. Так постепенно достиг он конюшен. Батюшки, сколько было там лошадей, спины их лоснясь при свете газа, вытягивались рядами, терявшимися в сгущенной мгле, наполнявшей глубину конюшенных сводов. Петю особенно поразил вид нескольких лошадок, таких же почти маленьких, как он сам. Все эти впечатления были так сильны, что ночью он несколько раз вскрикивал и просыпался. Но, не слыша подле себя ничего, кроме густого храпения своего хозяина, он снова засыпал. В течение десяти дней, как трупа переезжала в Ригу, Петя был предоставлен самому себе. В агоне его окружали теперь не совсем уже чужие люди. Ко многим из них он успел присмотреться. многие были веселые, шутили, пели песни и не внушали ему страха. Нашлись даже такие, как Лоун Эдвардс, который мимоходом всегда трепал его по щеке, раз даже одна женщина дала ему ломтик апельсина. Словом, он начал понемногу привыкать. И было бы ему даже хорошо, если бы взял его к себе кто-нибудь другой, только не Карл Богданович. К нему никак он не мог привыкнуть. При нем Петя мгновенно умолкал, весь как-то съеживался и думал только о том, как бы не заплакать. Особенно тяжело стало ему, когда началось учение. После первых опытов Беккер убедился, что не ошибся в мальчике. Петя был легок, как пух, и гибок в суставах. Не доставало, конечно, сил в мускулах, чтобы управлять этими природными качествами, но беды в этом еще не было. Беккер не сомневался, что сила приобретется от упражнений. Он мог отчасти даже теперь убедиться в этом на питомце. Месяц спустя, после того, как он каждое утро и вечер, посадив мальчика на пол, заставлял его пригибаться головою к ногам, Петя мог исполнять такой маневр уже сам по себе, без помощи наставника. Несравненно труднее было ему перегибаться назад и касаться ботылка. Мало-помалу он, однако, и к этому стал привыкать. Неудача или ушиб составляли, впрочем, половину горя. Другая половина, более веская, заключалась в тумаках, которыми всякий раз наделял его Беккер. Мускулы мальчика оставались по-прежнему тощими, они, очевидно, требовали усиленного подкрепления. В комнату, занимаемую Беккером, принесена была двойная раздвижная лестница. Поперек ее перекладин на некоторой высоте от пола укладывалась горизонтальная палка. По команде Беккера Петя должен был с разбегу хватиться руками за палку и затем оставаться таким образом на весу сначала пять минут, потом десять, и так каждый день по нескольку приемов. «Карл Богданович, ей-богу, не могу больше», возмолился однажды Петя, пошатываясь от усталости. Но Беккер был настоящим деспотом и невозмутимо требовал продолжать тренировку. Он монотонно повторял «Вверх, вниз, вверх, вниз», принуждая мальчика из последних сил взбираться на злосчастный шест и спускаться по нему. Петя все так же жалобно похныкивал. «Карл Богданович, ей-богу, не могу, умаялся». «Что ты ревьешь, мерзавец?» «Нужно работать, чтобы иметь большой успех». «Карл Богданович, ей-богу, не могу, твой папа умер, твой мама умер, те устальцы круглые бульваны». «Нет, как это круглые». «Сирот Ферштейн?» «Я твой папа, я твой мама, и за это ты должен меня любить». «Почему ты меня никто полюблять, мальчик?» «Карл Богданович, ей-богу, не могу». «Кам где я?» «Я буду делить из тебя артист. Я себе цены знаю и добьюсь аплодисмента от публик». «Хочешь, не хочешь, но ты будешь работать на высота». «Сальто над арена». Трудность главным образом заключалась в том, чтобы в то время, как ноги мальчика были наверху, а голова внизу, лицо должно было сохранять самое приятное смеющееся выражение. Последнее делалось в виде хорошего впечатления на публику, которая ни под каким видом не должна была подозревать трудности при напряжении мускулов, боли в суставах плеч и судорожного сжимания в груди. «Когда ты повисаль под куполь, надо иметь улипка». «Улипка!» Достижение таких результатов сопровождалось часто таким раздирающим детским визгом, такими криками, что товарищи Беккера врывались в его комнату и отнимали из рук его мальчика. Начиналась брань и ссора, после чего Пете приходилось иногда еще хуже. «Я должен тебя сейчас на репетичен немножко мучать, но потом ты будешь получать много хлопот в ладошки, айзо аплодисмент». Иногда, впрочем, такое постороннее вмешательство оканчивалось более миролюбивым образом. Так было, когда приходил клоун Эдвардс. Он обыкновенно улаживал дело закуской и пивом. В следовавшей затем товарищеской беседе Эдвардс старался всякий раз доказать, что метод обучения Беккера никуда не годится, что страхом и побоями ничего не возьмешь не только с детьми, но даже с обучением собак и обезьян, что страх внушает несомненно робость, а робость первый враг гимнаста, потому что отымет у него уверенность и удаль. Без них можно только вытянуть себе сухие жилы, сломать шею или перебить позвонки на спине. На это Беккер возражал, вспоминая свое цирковое детство. Хо-хо, когда я бил такой мальчик, я тоже боялся весота и тоже плакал, но мой учитель лечить меня от страха вот такой палька по спине, и скоро мой страх ушел на перебор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует... 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 что у каждого из детей было свое особое отделение. Пестрые английские раскрашенные тетрадки и книжки, кроватки с куклами, картинки, комоды, маленькие кухни, фарфоровые сервизы, овечки и собачки на катушках обозначали владение девочек. Столы же с оловянами солдатами, картонная тройка сырых коней с глазами страшно выпученными, казак верхом, барабан и медная труба обозначали владение мужского пола. Комната эта так и называлась игральной. Рядом была учебная, дальше спальня, дальше блистали белизною две ванны с медными кранами, изображавшими лебединые головки. Ближе по клеенчатой стене висел на тесемках целый ряд маленьких и крупных губок, которыми мисс Блике каждое утро и вечер обмывала с головы до ног детей, наводя красноту на их нежное тело. В среду на Масленице в игральной комнате было особенно весело. Ее наполняли восторженные детские крики. Мудреного нет. Вот что было здесь, между прочим, сказано. Деточки, вы с самого начала Масленицы были послушны и милы. Сегодня у нас среда. Если вы будете так продолжать, вас в пятницу вечером возьмут в цирк. Слова эти были произнесены тете Соней, сестрой графини Рестомировой, девушкой лет тридцати пяти, сильно брюнеткой, с пробивающимися усиками, но прекрасными восточными глазами, необыкновенной доброты и мягкости. Не успела она проговорить свои обещания, как дети, слушавшие сначала очень внимательно, бросили со всех ног осаждать ее. Кто цеплялся за ее платье, кто усиливался влезть на ее колено, кто успел обхватить ее шею и осыпал лицо поцелуями. Осада сопровождалась такими шумными овациями, такими криками радости, что мисс Бликки вошла в одну дверь, в другую убежала молодая швейцарка, приглашенная в дом, как учительница музыки для старшей дочери. За ними показалась кормилица, державшая новорожденного, укутанного в одеяло. «What is going on here?» удивленно осведомилась мисс Бликки. Она представляла из себя чопорную высокую даму с непомерно выдающейся грудью, красными щеками, как бы закапанными сургучом, и красную шею свекловличного оттенка. Тетя Соня объяснила вошедшим причину радости. Раздались опять возгласы, опять крики, сопровождаемые прыжками, пируэтами и другими более или менее выразительными изъявлениями радости. «Дети, дети, довольна! Вы, кажется, не хотите больше быть умными!» «Не хотите слушать?» говорила тетя Соня, досадовавшая главным образом за то, что не умела сердиться. Она обожала этих детей. «Действительно, надо сказать, дети были очень милы!» Старшей девочке Верочке было уже восемь лет. За ней ушла шестилетняя Зина. Мальчику было, как сказано, пять. Его окрестили Павлом, но мальчик получал одно за другим различные прозвища Бебби, Пузырь, Бутуз, Булка и, наконец, Пав, имя которое так и осталось. С окончанием завтрака мисс Блики сочла своей обязанностью заявить графиня, что никогда еще не видала она, чтобы дети вели себя так примерно, как в эти последние дни. Верочка подошла к роялю, на котором лежали афишки. Положив руку на одну из них, она обратила к матери голубые глаза свои и вся, замирая от нетерпения, проговорила нежно вопрошающим голосом. «Мама, можно?» «Можно взять эту афишку?» «Можно». «Зи-зи!» «Пав!» восторженно крикнула Верочка, потрясая афишкой. «Пойдемте скорее!» «Я расскажу вам все, что мы сегодня увидим в цирке!» «Все расскажу вам!» «Пойдемте в наши комнаты!» В игральной комнате, освещенной полным солнцем, стало еще оживленнее. На низеньком столе, освобожденном от игрушек, разложена была афишка. Верочка настоятельно потребовала, чтобы все присутствующие, и тетя Соня, и мисс Блике, и учительница музыки, и кормилица, вошедшая с младенцем, все решительно уселись вокруг стола. Откинув назад пепельные свои волосы, вытянув шею и положив ладони на края афишки, Верочка торжественно приступила к чтению. «Милая моя!» тихо произнесла тетя Соня. «Зачем же ты читаешь нам в каком цирке, в какой день, какого числа? Все это мы уже знаем. Читай лучше, в чем будет заключаться представление. Нет уж, душечка, тетя, нет уж, ты только не мешай мне!» Убедительно и с необыкновенной живостью перебила Верочка. «Ангельчик, тетя, не мешай!» Я все прочту. Все-все, что тут напечатано. Ну, слушайте. Парфорсное упражнение на неоседланной лошади исполнит девица. «Тетя, что такое парфорсное?» «Это, вероятно, что-нибудь очень интересное. Сегодня сами увидите», сказала тетя, стараясь выйти из отруднения. «Ну, хорошо, хорошо. Теперь все слушайте дальше. Эквилибристические упражнения на воздушной трапеции». «Это, тетя, что же такое трапеция?» «Как это будет?» спросила Верочка, отрываясь от афишки. «Как будет?» нетерпеливо подхватила Зизи. «Как?» произнес в свою очередь Пав, посматривая на тетю киргизскими глазками. «Зачем же я буду все это вам рассказывать? Не лучше ли будет, когда сами увидите?» Затруднение тетя возрастало. Она даже несколько покраснела. Верочка снова откинула назад волосы, наклонилась к афишке и прочла с особенным жаром. «Гуттаперчивый мальчик. Воздушные упражнения на конце шеста, вышиною в шесть аршин». «Нет, душечка тетя, это уж ты нам расскажешь, это уж расскажешь». «Какой же это мальчик? Он настоящий, живой?» «Что такое гуттаперчивый?» «Вероятно, его так называют потому, что он очень гибкий». «Наконец вы это увидите!» «Нет, нет, расскажи, теперь расскажи, как это он будет делать на воздухе, на шесте?» «Как это он будет делать?» «Как будет он делать?» подхватила Зизи. «Делать!» Коротко осведомился Пав, открывая рот. «Деточки, вы у меня спрашиваете слишком уж много». «Я, право, ничего не могу вам объяснить. Сегодня вечером все это будет перед вашими глазами. Верочка, ты бы продолжала. Ну, что там дальше?» Но дальнейшее чтение не сопровождалось уже такой живостью. Интерес заметно ослаб. Он весь сосредотачивался теперь на гуттаперчивом мальчике. Гуттаперчивый мальчик сделался предметом разговоров, различных предположений и даже спора. Зизи и Пав не хотели даже слушать продолжение того, что будет дальше на афишке. Они оставили свои табуреты и принялись шумно играть, представляя, как будет действовать гуттаперчивый мальчик. Пав становился на четвереньки, подымал как клоун левую ногу и усиленно пригибал язык к щеке, посматривал на всех своими киргизскими глазками и смеялся. Это всякий раз вызывало восклицание у тети Сони, боявшейся, чтобы кровь не бросилась ему в голову. Торопливо дочитав афишку, Верочка присоединилась к сестре и брату. Никогда еще не было так весело в игральной комнате. Солнце, склоняясь к крышам соседних флегелей за садом, освещало группу играющих детей, освещало их радостные веселые лица, играло на разбросанных повсюду пестрых игрушках. Вдруг тете Соне показалось, как будто в комнате стемнело. Обернувшись к окну, она увидела, что небо заслонилось большой серой тучей, и мимо окон полетели пушистые снежные хлопья. Не прошло и минуты, из-за снега ничего же не забыла видеть. Метель ходила по всему саду, скрывая ближайшие деревья. Первое чувство тети Соне было опасение, чтобы погода не помешала исполнить обещания, данные детям. Такое же чувство, вероятно, владела и Верочкой, потому что она мгновенно подбежала к тете и пристально, поглядывая ей в глаза, спросила, «Это ничего, тетя? Мы в цирк поедем?» «Ну, конечно, конечно!» поспешила успокоить тетя целую Верочку в голову и обращая глаза к Зизе и Пафу, которые вдруг перестали играть. Детский обед прошел в расспросах о том, какая погода и который час. Эти тревожные сомнения мигом, однако же, рассеялись, когда тетя, исчезнувшая снова на четверть часа, возвратилась на детскую половину сияющим лицом и объявила всем, что граф и графиня велели одевать детей и везти их в цирк. Вскоре детей вывели на парадную лестницу и, наконец, выпустили на подъезд, перед которым стояла четырехместная карета, полузанесенная снегом. Лакей величественного вида с голунами на шляпе и на ливрее поспешил отворить дверцы. Но главная роль в данном случае предоставлена была, впрочем, старому седому швейцару. Он должен был брать детей на руки и передавать их сидевшим в карете трем дамам. И, надо сказать, он исполнил такую обязанность не только замечательной осторожностью, но даже выразил при этом трогательное чувство умиленного благоговения. Дверцы кареты захлопнулись, лакей вскочил на козлы, карета тронулась и тут же почти исчезла посреди метели. Представление в цирке еще не начиналось. Но на Масленице любят веселиться, потому цирк, особенно в верхних ярусах, был набит посетителями. Изящная публика по обыкновению запаздывала. Чаще и чаще, однако, у главного входа показывались господа в пальто и в шубах, офицеры и целое семейство с детьми, родственниками и гувернантками. Все эти люди при входе с улицы в ярко освещенную залу начинали в первую минуту мигать и прищуриваться, потом отправлялись, проходили кто направо, кто налево, вдоль барьера и занимали свои места в бенуарах и креслах. Оркестр гремел в то же время всеми своими трубами. Многие, бравшие билеты у кассы, суетились, думая уже, что началось представление. Но круглая арена, залитая светом с боков и сверху, гладко выглаженная граблями, была еще пуста. Главную часть зрителей на первом плане составляли дети. Точно цветник рассыпался вокруг барьера. Между ними всех милее была все-таки Верочка. Голубая атласная слеганая шляпка, обшитая лебяжьим пухом, необыкновенно шла к ее нежно-розовому лицу с ямочками на щеках и пепельным волосам, не спадавшим до плеч, прикрытых такой же стеганой голубой мантильей. Стараясь сидеть перед публикой спокойно, как большая, она не могла все же, однако, утерпеть, чтобы не наклоняться и не нашептывать что-то зизи и пафу, и не посматривать веселыми глазами на тетю Соню, сидевшую позади рядом с величественной мисс Блике и швейцаркой. Неожиданно оркестр заиграл учащенным темпом. Занавес у входа в конюшню раздвинулся и пропустил человек двадцать одетых в красные ливреи, обшитые галуном, все они были в ботфорах, волосы на их головах были круто завитые и лоснились от помады. Сверху донизу цирка прошел одобрительный говор. Представление началось. Ливрейный персонал цирка не успел вытянуться по обыкновению в два ряда, как уже со стороны конюшен послышался пронзительный писк и хохот и целая ватага клоунов, кувыркаясь, падая на руки и взлетая на воздух, выбежала на арену. Впереди всех был клоун с большими бабочками на груди и на спине Камзола и зрители сразу узнали в нем своего любимца Эдвардса. «Браво, Эдвардс, браво, браво!» раздалось со всех сторон. Он притащил огромный бутафорский сундук и поставил его на середину арены. Затем извлек из кармана гигантскую уже дымящуюся сигару. В это время к нему направился конферанс месье Жорж. Эдвардс попросил дать ему прикурить. Тот полез был за спичками, но, заметив сигарный дым, удивленно подметил «Но у вас курица, господин Эдвардс». «Э, у меня курица?» переспросил озадаченный клоун, подразумевая домашнюю птицу. «Нет, вы ошибаетесь, у меня гусь». И тут он извлек из сундука живого гуся в жилетке и с бабочкой на шее. Очередная выдумка Эдвардса вызвала оживленное веселье у публики. А тем временем диалог продолжался. «А скажите, пожалуйста, господин Эдвардс, почему ваш гусь так солидно одет?» «Э, потому что он у меня очень образованный. Он умеет читать и складывать слова». Конферанс, разумеется, не поверил, и Эдвардс решил устроить ученой птице диктант. Он разбросал перед нею пять табличек с разными словами и затем объявил, народные пословицы и поговорки. Потом он ласково обратился гусю. «Внимание, гуси-лебеди!» «Ученье свет, а не ученье тьма!» Дрессированный гусь бесцеремонно подошел к табличке со словом «ученье» и, взяв ее в клюв, подал хозяину. Раздались бурные аплодисменты. Дальше предстояло отыскать слово «свет». Но такой таблички не оказалось. Гусь поводил головой и громко загорланил. «Что такое гуси-лебеди?» Сокрушуна спросил Эдвардс. И тут же пожал плечами. Реквизитор забыл приготовить табличку со словом «свет». «Ничего страшного». «Ничего страшного». «Обойдемся и так». гусь 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 виноват гикнул, а Эдвард смущенно проговорил «Как? Правды тоже нет? А как же нам быть со счастьем?» А гусь возмущенно замахал крыльями «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Что же это получается?» «Ну ладно, продолжим наш диктант». Совесть не дым, глаза не выезд. Ученый гусь был в полной растерянности и загоготал во всю мощь, вертясь на арене. Эдвардс возмущенно выкрикнул «Ну что ты скажешь? Даже совесть потеряли!» И опять взрывной смех и громкие аплодисменты. Эдвардс обвел глазами зрителей и сделал печальный вывод. «Правды нет, господа. счастья тоже нет, света нет, к тому же совесть потеряли». Затем клоун тихо добавил «Но это уж не с меня, а с начальства надо требовать». Заиграла финальная музыка. Эдвардс после этой импровизированной шутки кувыркнулся раз в другой через голову, упал для большего смеху и пройдясь вокруг арены балансируя павлиньем пером на носу быстро скрылся за кулисами. Уже в гримерной к нему подошел уполномоченный градоначальника и, стараясь сохранить на лице доброе расположение, подметил «Что же вы так меня подводите, господин Эдвардс? А я ведь можно сказать самый горячий поклонник таланта вашего. Нехорошо, нехорошо. Да вы присаживайтесь, Платон Филатович, любезно предложил Эдвардс. Не беспокойтесь, не имею времени долго задерживаться. Получил огромнейшее впечатление, продолжал чиновник, и хохотался, да слез хохотался. Ну что ж, я рад, что развеселил вас. Но тут веселая улыбка сникла с лица Платона Филатовича, и он продолжил серьезным полушепотом. Однако вынужден вас предупредить во избежание. Вы меня понимаете? Никак нет, не понимаю, искренне признался Эдвардс. Относительно правды и совести, раздраженно объяснил пристав. Неудобно в некоторой степени получается. Так ведь это же диктант, возразил было клоун. Вот и прекрасно, но разве нет других пословиц? Ну, скажем, тише едешь, дальше будешь, или теща в дом, все вверх дном, разве плохо? Да, а вот еще, всяк сверчок, знай свой шесток, слиз Эдвардс. Вот вот, совершенно справедливо. Я рад, что вы меня поняли. Убедительнейше я попрошу вас во избежание. А тем временем цирковое представление продолжалось. На смену ему поспешно была выведена толстая белая лошадь и выбежала грациозно приседая во все стороны пятнадцатилетняя девица Амалия, которая чуть не убилась утром во время представления. На этот раз все прошло однако же благополучно. Девицу Амалию сменил жонглер. За жонглером вышла дрессировщица с учеными собаками. После них танцевали на проволоке, выводили лошадь высшей школы, скакали на одной лошади без седла, на двух лошадях седлами. Словом, представление шло своим чередом до наступления антракта. Душечка, тетя, теперь будет гуттепетчевый мальчик, да? спросила Верочка. Да-да, в афише сказано, он во втором отделении. Ну что, как, весело вам, деточки? Ах, очень, очень весело, ну прямо очень, восторженно воскликнула Верочка, но тут же остановилась, встретив взгляд мисс Бликке, которая укоризненно покачала головою и принялась поправлять ей мантилью. Оркестр снова заиграл, снова выступили в два ряда красные ливреи, началось второе отделение. Когда же будет гуттепетчевый мальчик? Не переставали спрашивать дети каждый раз, когда один выход сменял другой. Когда же он будет? А вот сейчас. И действительно, под звуки веселого вальса портьера раздвинулась и показалась рослая фигура акробата Беккера, державшего за руку худенького белокурого мальчика. Оба были обтянуты в трикоте лесного цвета, обсыпанное блестками. За ними два прислужника вынесли длинный золоченый шест с железным перехватом на одном конце. За барьером, который тотчас же захлопнулся со стороны входа, сгруппировались по обыкновению красные ливреи и часть циркового персонала. В числе последнего мелькало набеленное лицо клоуна с красными пятнами на щеках и большую бабочкой на груди. Выйдя на середину арены, Беккер и мальчик раскланились на все стороны, после чего Беккер приставил правую руку к спине мальчика и перековркнул его три раза в воздухе. Но это было, так сказать, только вступление. Раскланившись вторично, Беккер поднял шест, поставил его перпендикулярно, укрепил толстый его конец к золотому поясу, обхватывавшему живот, и начал приводить в равновесие другой конец железным перехватом, едва мелькавшим под куполом цирка. Переведя таким образом шест в должное равновесие, Аккурбат шепнул несколько слов мальчику, который влез ему сначала на плечи, потом обхватил шест тонкими руками и ногами и стал постепенно подниматься к верху. Каждое движение мальчика приводило в колебание шест и передавалось Беккеру, продолжавшему балансировать, переступая с одной ноги на другую. Громкое браво раздалось, когда, наконец, мальчик достиг верхушки шеста и послал оттуда поцелуй. Снова все смолкло, кроме оркестра, продолжавшего играть вальс. Юный акробат, между тем, придерживаясь к железной перекладине, вытянулся на руках и тихо-тихо начал выгибаться назад, стараясь пропустить ноги между головою и перекладиной. На минуту можно было видеть только его свесившиеся назад белокурые волосы и усиленно сложенную грудь, усыпанную блестками. Шест колебался из стороны в сторону и видно было, каких трудов стоило Беккеру продолжать держать его в равновесии. Браво, браво, раздалось снова в зале. Довольно, довольно, послышалось в двух-трех местах. Беккер сердито пробурчал себе под нос. Ай, донор Ветер, не мешает делать мой номер. Но крики и аплодисменты наполнили весь цирк, когда мальчик снова показался сидящим на перекладине и послал оттуда поцелуй. Беккер, не спускавший глаз мальчика, приказывал строгим шепотом «Улипка! Не забивай улыпка, дурак!» Мальчик с трудом лугнулся и перешел к другому упражнению. Придерживаясь на руках, он начал осторожно спускать ноги и ложиться на спину. Теперь предстояла самая трудная штука. Следовало сначала лечь на спину, уладиться на перекладине таким образом, чтобы привести ноги в равновесие с головою и потом вдруг неожиданно сползти на спине назад и повиснуть в воздухе, придерживаясь только на подколенках. Все шло однако же благополучно. Шест правда сильно колебался, но гуттоперчивый мальчик был уже на половине дороги. Он заметно перегибался все ниже и ниже и начинал скользить на спине. Довольно, довольно, не надо, но настойчиво прокричало несколько голосов. Мальчик продолжал скользить на спине и тихо-тихо спускался вниз головою. Внезапно что-то сверкнуло и завертелось, сверкая в воздухе. В ту же секунду послышался глухой звук чего-то упавшего на арену. В один миг все заволновались в зале. Часть публики поднялась с мест и зашумела. Раздались крики, женский виск, послышались голоса раздраженно призывавшие доктора. На арене также происходила сумятица. Прислуга и клоуны стремительно перескакивали через барьер и тесно обступали Беккера. Я, я не хотель такой финаль. Начал виноват оправдываться он и затем скрылся среди толпы. Несколько человек подхватили что-то и, прогибаясь, спешно стали выносить к портьере, закрывавший вход конюшню. На арене остался только длинный золоченый шест, железной перекладиной на одном конце. Оркестр, замолкнувши на минуту, снова вдруг заиграл по данному знаку. На арену выбежало взвизговые кувырка из несколько клоунов, но на них уже не обращали внимания. Публика отовсюду теснилась к выходу. Несмотря на всеобщую суету, многим бросилась в глаза хорошенькая белокурая девочка в голубой шляпке и мантилье, обвивая руками шею дамы в черном платье и истерически рыдая, она не переставала кричать во весь голос «Ай, мальчик, мальчик!» Положение тети Сони было очень затруднительно. С одной стороны, сама она была крайне взволнована, с другой надо было успокаивать истерически рыдавшую девочку, с третьей надо было торопить миссис Блики и швейцарку, копавшихся с Зизи и Пафом, наконец, самой надо было одеться и отыскать лакея. Все это, однако же, уладилось, и все благополучно достигли кареты. Расчеты тети Сони на действие свежего воздуха, на перемещение в карету нисколько не оправдались, затруднения только возросли. Верочка, лежа на ее коленях, продолжала рыдать, по-прежнему вскрикав и поминутно «Ай, мальчик, мальчик!» Но Зизи стала жаловаться на судорогу в ноге, а Паф плакал, не закрывая рта, потому что хотел спать. Первым делом, как только приехали домой, надо было раздеть скорее детей и уложить их в постель, но этим испытания не кончились. Выходя из детской, тетя Соня встретилась с сестрой и графом. «Ну что, как дети?» спросили граф и графиня. В эту самую минуту из спальни послышалось рыдание и голос Верочки. Она снова прокричала «Ай, мальчик, мальчик!» «Что такое?» тревожно спросил граф. Тетя Соня должна была рассказать обо всем случившемся. «Ах, мунди!» воскликнула графиня мгновенно ослабевая и опуская с ближайшее кресло. Граф выпрямился и начал ходить по комнате. «Я это знал просто возмутительно», проговорил он, передвигая бровями, не то с видом раздражения, не то тоскливое. «Всегда выдумают какие-нибудь там цирки, а там какой-то негодяй надумал сорваться вниз, сорваться и упасть. Хорошенькое зрелище для детей. Это в то время, когда наши дети так впечатлительны. Верочка теперь целую ночь спать не будет». «Не послать лица доктором?» робко спросила графиня. «Ты так полагаешь?» «Ну что ж, очень может быть», подхватил граф, пожимая плечами и продолжал отмеривать пол длинными своими ногами. Не без труда успокоив сестру и графа, тетя Соня вернулась в детскую. Там уже наступила тишина. Часа два спустя, однако ж, когда в доме все огни были погашены и все окончательно угомонилось, тетя Соня накинула на плечи кофту, зажгла свечку и снова прошла в детскую. Едва переводя дух, бережно ступая на цыпочках, приблизилась она к кровати Верочки, разбросав по подушке пепельные свои волосы, подложив ладонь под раскрасневшуюся щечку, Верочка спала, но сон ее был неспокоен. Грудь подымалась неровно по тонкой рубашкой, полураскрытые губки судорожно шевелились, а на щеке лоснившиеся от недавних слез, одна слезинка еще оставалась и тихо скользила в углу рта. Тетя Соня умиленно перекрестила ее, сама потом перекрестилась под кофтой и тихими, неслышанными шагами вышла из детской. Ну, а там, там в конце караванной, там, где ночью здание цирка чернеет всей своей массой и теперь едва виднеется из-за падающего снега. Там что? А там также все темно и тихо. Во внутреннем коридоре только слабым светом горит ночник, прицепленный к стене под обручами обтянутыми бумажными цветами. Он освещает на полу тюфяк, который расстилается для акробатов, когда они прыгают с высоты. На тюфяке лежит ребенок с переломанными ребрами и разбитую грудью. Ночник освещает его с головы до ног. Он весь обвязан и забинтован. На голове его также повязка. Из-под нее смотрят белки полузакрытых потухающих глаз. Вокруг направо, налево, под потолком все окутано непроницаемою темнотою. и все очень тихо. Изредка раздается звук копыт из конюшни или доходит из отдаленного чулана беспокойное взвизгивание одной из ученых собак, которые утром во время представления придавили ногу. Время от времени слышатся также человеческие шаги. Они приближаются. Из мрака выступает человек с лысой головой, с лицом выбеленным мелом, бровями, перпендикулярно выведенными на лбу, и красными кружками на щеках. Накинутая на плечи пальто позволяет рассмотреть большую бабочку с блестками, нашитую на груди камзола. Он подходит к мальчику, нагибается к его лицу, прислушивается, всматривается. Но клоун Эдвардс очевидно не в нормальном состоянии. Он не в силах выдержать до воскресения обещания данного режиссеру, не в силах бороться против тоски им овладевшей. Его настойчиво опять тянет в уборную к столу, где едва виднеется почти порожненный графин водки. Он выпрямляется, потряхивает головою и снова идет к мальчику, склоняется над ним, а тот весь горит, стонет от боли и шепчет в бреду «Дядя, Эдвардс, мы убежим отсюда! Убежим, Петенька, обязательно убежим!» Облик мальчика постепенно затушевывается окружающую темнотою и пропадает наконец вовсе. Все вокруг охватывается мраком и тишиною. На следующий день выступления гуттапирчевого мальчика были отменены, да и как иначе, ведь его уже не было на свете. Леденящий порыв ветра сорвал последнюю афишку, смял ее и понес в неведомую даль. гуттапирчевого гуттапирчевого